Привет зрителям! А мы играем партию на Ческом с Петром Палачевым. Это мастер Фида из России, в котором мы, кстати, играли вживую также, классическую партию. Д5, скорее всего, это будет каталон со взятием ДЦ. Слон В4. Похожие партии у меня уже были, здесь я выбираю расстановку со слон Ж2, рокировкой, ладья Д1, и где-то может быть ход слон Ф4 также. Пока что просто развитие фигур идет. Ничего особо захватывающего. Есть еще ход С5 в какие-то моменты, но здесь я просто не успел его сделать. Играю ладья Д1. И здесь может быть даже конь С3 стоит сходить, чтобы на конь Д2 взять конем. И есть план с Е4. По дрему. То есть сохват центра. Таким образом. Ф5 не дает сделать соперник. Мудрое решение. Ф3 также не очень ход хороший. За Ф4 есть такой встречный ответ. Давайте пока ладья Д1 сходим с идеей Б4. Я думаю, что черные справились с дебютными проблемами и сейчас стоит очень хорошо. Не вижу какого-то очевидного плана за меня, где атаковать. Пока что попытаюсь, может быть, это Б5 сыграть. Например, сразу. Почему бы и нет. Есть план взять БЦ. На БЦ сыграть С5. Слон отойдет и Ф4. Чтобы похоронить также игру в центре. Возьму. С5. Здесь Ф4. Чтобы не было подрыва Е5, после которого у черных совсем не будет никаких проблем. Немного ферзем здесь. У нас Л5, ферзь Д3. Развяжусь. Все равно ферзь Д3. Хочу, может быть, на А6 его забросить. Достаточно привыкательная поря для моего ферзя. Размены-размены и хочет ладья Б8 соперника сыграть. Сохватить линию. Я думаю, эта позиция, как и предыдущая, очень близко к ничьей. Ни за себя, ни за своего соперника я очевидных таких сильных планов игры не вижу. Надеюсь лишь на то, что здесь конь мой окажется сильнее, чем его чернопольный слон. Потому что позиция закрыта и это вполне возможно. Давайте попробуем здесь для разнообразия взять пешкой. Может быть, получится идея с Б4 и Б5, такое стратегическое решение. Посмотрим, насколько оно будет оправдано. А пока что А5. Король Е1. Хочу подвести короля на Д2, а потом уже ферзя на А4. Или на Д3 с угрозой размена. Давайте на Д3. При размене я поведу короля на А4. Соперник мне этого не позволяет. король С2. Ферзь Б4 хода нет из-за ферзя А6. Аш3 попробуем напрячь еще здесь, на королевском фланге создать напряжение. И возможно перевести ферзя через Ж2. На А2. И поближе к королю к черному. Думаю, что сейчас моя позиция имеет какие-то перспективы. С учетом того, что у соперника еще меньше времени, можно попытаться что-то придумать здесь. Переведу короля на А2. Чтобы в случае размены ферзей он был уже ближе к пешке А5. Славы. Давайте попробуем залезть к ним на Б6 усилиться. Так, вот здесь нужно подумать как дальше нам залазить. Ну, сначала Ж5. Я не думаю, что у меня здесь есть какая-то игра. А вот ход ферзь H2 может потрепать нервы соперника. Причем всерьез. Да, издается. Ну, скорее всего, да, здесь уже объективно черные стоят хуже.